ируся подписчица подарила такие вот полотенечки красивенькие сейчас ими пользуюсь прямо одесская такая символика якорёчки ируся спасибо большое каждый раз вспоминаю каждый раз а платье такое где цыганская что такое что значит цыганская ты шо солнце мои здрасте вам с одессы как вам мой прикидик когда была там последний раз когда сыночку было 16-летие мы тогда с ним махнули в египет шарм-эль-шейх пятизвездочный отель вдвоем а где ты был я не знаю какие мы были на красном море на каком море ты был я что-то не помню в то время где-то был короче вот такое вот она купляла слышишь вот это беленькая у меня там еще я носила все а это думаю кому-то на подарки потому что она у меня было большое было вообще слушай сейчас как раз повзрослела слышишь тогда думала ну кому-то подарю подарю так это самое сейчас открываю есть померила как раз так что девочки не спешите разочаровываться что на вас что-то большое можете купить со временем она на вас станет как раз как у меня это ночью дома не походи слушай она только приятная этого первых ручная работа еще маму посмотришь в гардероб не под покажи меня что смотри вот дома ходить почему бы нет до длинненькая такое место халата на дуров ты будешь конечно будешь асфальт подметать домашнее такое место халата платье чко ребята как нормально то короткое тут в крайности кидаются да 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 там не пишет возрасту по возрасту отделом надо по длине вот ублажаю вас отдела по самые пятый как в этом лучше ребятки пишите в комментариях короче шоу нас сегодня солнце мои товарищ захотел жиденькая да сейчас что-то сварганю достали первый раз сезоне афганский казан только не надо говорить что час опять будет реклама никакая то не реклама ребята я вам показываю действительно то что хорошее то чем пользуемся сами что кушаем сами понимаете если будет какая-то ерунда я вам скажу это ерунда вот это вот классная штука я ее купила давно еще давно давно но и она офигенная в ней готовить вот так вот одно удовольствие то сами в эпицентре появились раньше не было не было но и цены там тоже хорошим а я его купила когда еще были поставки с крыма и поторговалась хорошо как всегда я его взяла очень очень хорошо в общем это на 12 литров он у нас вот самый оптимальный вариант меньше будет ерунда будет меньше влазить а это значит вот точно как платье берите больше не ошибетесь запасом запас как правильно так что как то так все сейчас буду готовить говорит хочу шурпу блин шурпа это надо там мясо там то тут то я залезла в морозилку у меня короче нашла слышите покажи сюда поближе потекло я его разморозила это типа видите шурпу можно варить с любого мяса ну конечно как слышь когда батя ездил на охоту и привозил уточек куропаточек как сделает казан шурпу из дичи то это же была песня ну а сейчас уже знаешь научились и баранина и даже совмещают мясо там и свинина и говядина и курица все вместе то есть это такой должен быть наваристый суп вот такой кусок мяса свинины тоже подойдет это дешевая я его взяла со скидкой супермаркете видишь тут кость это тоже хорошо это я так понимаю что нога да вот так они и отрубили вот эту вот кожу я щас все-таки срежу пуша кости это кушать не будет часа ее сниму и у меня останется хороший кускус мера мяса из него получится шурпа зашибись я вам точно говорю мясо режем тоже крупненькими кусочками чтобы так кусок в тарелку такой был попал и моешь вещь так он в рот не поместится не а он сейчас будет разваливаться все помещится вообще ребята шурпа это брутальный суп знаете он должен быть таким наваристым то есть косточка должна присутствовать много мяса овощи овощи порезаны крупно брутально грубо ну правильно я первый раз попробовал в афгане кстати шурпу местные готовили еще пригласили там все такое вот да вот все такое по-деревенски такой вот как на костре пришел первый раза попробовал там а потом из зала занадились на золотой берег ходить там кушать шурпу они там на костре готовят я там попробовал а потом слушай думает что ты давно это не делала начала готовить дома у меня получается вкуснее чем у них там костик сам сказал подтвердил слышите солнце этот суп шурпа варится даже легче чем борщ здесь все крупно нарубил нарубил и все так и смотрите не надо мне говорить что я как-то не так варю рецептов шурпы есть только больше стая вот сегодня даже интернет открыла вот откройте сами посмотрите там так и кавказская и абхазская и крымская и татарская жареная вареная томленная это наша а это наша это наша одесская с дворика на фонтане все равно на каждый раз она получается немножко по другому вкусу потому что но это зависит ой вы посмотрите пожалуйста ролик я по-моему в прошлом или позапрошлом году показывала тоже варила в афганском казане с маринованными помидорами вот это бомба вообще но сейчас я буду делать немножко по-другому потому что мы маринованные помидор в этом году все слопали подвал костик полез нету не страшно у тебя вкусно супа я знаю спасибо так режу лук полу перьями полукольцами крупненько 1 2 и все смотрите вот это вот сейчас пойдет а это я оставлю пойдет немножко позже увидите потом шок чему морковку режу как вам нравится так ребята постное маслечко так хорошо можно не жалеть но не одну ложку а побольше пустую бутылку на стол нельзя нельзя я принесу полную будет или выпивки не будет то и другое они будет денег не будете выпить точно короче все примета такая пустую бутылку на стол нельзя на я даю иди выкидывай и теперь сюда лучок маслица нагрелась пусть или там немного шкварчала вот накидать дальше да короче это получается жареная у меня да потому что есть такое что просто все закинул и кубариши все оно там все тушится долго но она получается тогда как пост или до 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 дося кучу чек немножко прихватиться все пусть теперь вместе с лучком обжариваются кто-то захотел жиденькое главное что он знает это что он захотел жиденькое слышите вспомнился мне анекдот фима иди домой еврейская мама мама я что вспотел нет ты хочешь кушать а я знаю другой анекдот звонит мужик это горячая линия помощи алкоголикам да скажите как сделать мохито как сделать мохито ой ребята лучше улыбаться морковочка лучок обжаривается дошинкую все остальные овощи крупненько крупненько вот так вот лучок если тот даст лук жареный вкус это даст вкус вареный то есть абсолютно два разных вкуса будет помидорки смотрите помидорки до черрики просто даже уж на пополам вот так вот все крупненько все уже сегодня костик перчик принес костя почем перчик уже на базаре я взял два штуки за 40 ты шо 120 килограмм сколько боже так посылай его на базар ребят казалось взять 22 перчика сказала принеси если ты хочешь на 2 и не посмотрел даже цена если просто 1000 гривен ты бы тоже взял слушай надо ревизию сделать кошельки ты знаешь это или нет даже не узнал сколько они стоят не ну хорошо значит теперь смотри вот такой вот томатик сейчас я сюда пачечку выдавлю красота красота ой знаешь короче слушай раньше в детстве я обожала бабушка меня научила она тоже делать такие бутерброды черный хлеб кирпичик сверху томатная паста и солькой посыпать были такая вкуснота была вкусно я тебя люблю черным хлебчиком а еще сок делали томатный так все это буквально минуту томатик припустился и закладываю сейчас все остальное мясо смотри слышишь костя вот это вот косточка ничего кому-то попадется обладает чебе до картошка крупненько вот так вот я даже резать мне не надо если бы была такая уже большая я бы ее порезала так и так нам сойдет ой разяла на пол упала или нет так солнце теперь шо все и туда значит это закинула вы видели что я закинула теперь естественно нужно посолить по вкусу и пошли специи значит смотрите у меня здесь лавровый лист перец горошком перец душистый все сюда так теперь дальше что паприка тоже сюда не жалеем паприки не жалеем так ложечку хорошую такое перчиком поперчить и хмели-сунели костик сегодня принес надо разрезать все закинули лаврушечка все и заливаем водой костик 2 числа работаю не 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 чтобы покрыла вот эту все овощи с мясом чтобы он был густой этот суп немного чтобы было воды стоять да все не надо больше закрывать теперь крышку закупорим ну короче принцип скороварки сейчас но там под давлением все хорошенько сварится отдаст все свои запахи и соки и будет а тем временем что я хочу вам сказать вернее как ты догадался объясни мне короче головку чеснока надо почистить хорошо красавица да ребят говорится можно уже и зелень приготовить здесь у меня что петрушка укроп и кинза или кинза 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 да дядя лёня дал угостил кинзой сейчас она пойдет у меня в шуфту и сейчас чесночок тоже измельчу порежу вот этого времени засекаем 40 минут а потом будем делать это дальше ждет 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 и как не может дождаться жиденькая прошло 40 минут ты выключил плитку и теперь надо что спускаем пар что пар весь вышел спустили пар в прямом смысле что за такое как пароход да гудок но раньше у нас такое было слышно потому что здесь рядом катера подходили до угудели а сейчас что это такое слушай прямо страшно вкусно да ты уже попробовал вкусно ну вот а сейчас будет еще вкуснее час зелень чеснок туда даст все вот эти вот запахи свои класс внутри красоте все накрывая крышкой пусть настаивается минут десять и прошу к столу костяк что будем ужинать под тревогу воздушную хорошо делать хорошо делать ну что насыпай ты насыпаешь или ты давай какая разница я не умею ну давай я ну а как же сначала не скола о боже какая красота ёлки-палки я такая холодная класс боже покушали подпрыгнул тихо 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 маленький тихо 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 солнышко солнышко тихо 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 смотри он боится побежал дом боже мой в общем ребята я не знаю или прилет я не знаю похоже по звуку как приют на что-то все аж трясет где-то совсем рядом кость поужинали у меня нервы поужинали успокоить ну что сразу же на связи вон спрашивали что все нормально ну паблики что пишут что ракета и прилет и слушай холодно стало уже на вечер я не могу себя прийти этот ужас да только садиться кушать вот здесь прямо где-то взрыву так и живем как все хорошо начиналось да ой все ребята у меня уже настроение пропало моментально всем тихого мирного вечера даже не знаю что сказать расстроен мирного неба над головой и что все было хорошо и до встречи на канале дворик на фонтане дворик